В основном манты готовят с мясом, но данное блюдо можно приготовить и постным. Если вы держите пост, а порадовать себя вкусным хочется, то рекомендую обратить внимание на этот рецепт. Приготовить постные манты с картошкой можно хоть к повседневному, хоть к праздничному столу. Блюдо очень вкусное и придется по вкусу всем. Если вы не придерживаетесь особого питания, то замените в начинке растительное масло небольшим кусочком перекрученного сала, уверяю вас. Аромат будет просто волшебный. Вода, 200 миллилитров. Мука, 500 грамм. Растительное масло, 1,5 столовые ложки, тесто. Соль, 1 чайная ложка, тесто. Картофель, 1 килограмм. Лук, 3-4 штук. Растительное масло, 3 столовые ложки, начинка. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Налейте воду в глубокую миску, добавьте соль и растительное масло. Частями добавьте муку. Замесите упругое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Соберите тесто в шар, накройте и оставьте на 20 минут. Картофель очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чем меньше получится, тем лучше. Добавьте мелко нарезанный лук. Добавьте растительное масло, соль и специи по вкусу. Все хорошо перемешайте. Начинка готова. От теста отрежьте кусок, раскатайте его в жгут, затем нарежьте на кусочки размером с грецкий орех. Каждый кусочек обваляйте в муке и раскатайте в форме круга. По центру выложите по столовой ложке картофельной начинки. Защипните манты любым удобным способом. Решетку пароварки или мантоварки смажьте маслом и выложите манты. Готовьте на пару около 45 минут. Постные манты с картошкой готовы. Приятного аппетита. Приятного аппетита.